всем привет по дороге на ранчо я немножко проехал вперед и покажу вам сегодня такое историческое средневековое место со средневековой церковью и кладбищем в городе Эсбру это не так далеко от ранчо но сегодня хорошая погода я уже давно собирался покажу-ка я вам это место да и заодно сам посмотрю это все проездом проездом во внутрь никак не заходил так что сейчас мы взглянем что пройдем во внутрь здесь как обычно все открыто за собой закрываем и пройдем посмотрим эту красоту есть видите рунический камень какого-нибудь 10 века как обычно это у нас я так понимаю колокольня деревянная колокольня в общем тут все очень-очень средневековое такое что-то сгорала перестраивалась достраивалась вот естественно она уже была обновлена какие-то времена вот такая вот ты даже по моему открыта да здесь открыта там темно никого нет идем сюда ставим церковь на закуску напоследок сначала смотрим крестности минеслюнд ну минеслюнд вы уже знаете что такое это место поминания людей которые захоронены в определенной такой территории без конкретной могилы тут наверно не так много людей захоронено точнее прах вот видите это приходили родственники и оставили самые знаки любимой бабушке там любимым еще кому-то скорбим мурфар это дедушка там какой-то вот здесь свечки зажигают да знаю что здесь вот 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 на этой площадке захоронили пепел людей которые пожелали остаться без могил ну здесь это стандарт шведский стандарт такие могилки не вычурные совершенно таки выдержанные строгом стиле каменная плита установлена когда вертикально когда горизонтально мраморные гранитные никаких излишеств ну а теперь мы пройдем самой церкви если он открытая зайду у нее завтра будет служба завтра 15 число службу будет я наверное приеду вечером в 19 00 вот значит у текст сборность в церкви лидер ну вот короче видите постройка 12 1200 годов 13 век да ну и потом это самое она сначала деревянная была потом ее сделали каменной и там ту 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 вот все тут расписано не буду читать это все можно прочитать в этом википедии ну еще поначалу она была деревянная в 12 веке деревянная была потом ее каком-то там в пятнадцатом кажется сделали каменной сделали из серого гранитного камня очень красиво красиво иди все ухожено травка зеленая пойдем сюда тут я читал были плиты именно тех годов двенадцатого века наверное вот эти как раз захоронение двенадцатого века такие мощные камни ну все понимаете делалось вручную поднималась вручную никаких кранов тогда не было да тут открыто смотрю флигеля старинные кованые прежде чем войти продезинфицируйтесь все мы продезинфицировались вот роспись тут такая видите ну скромная но по тем временам это было как бы круто эти дверь из кованого металла толстая так написано на дневник остановить так написано на дневник остановить никого нет я тут один книга отзывов книга отзывов может что-нибудь написать видите вон для первой помощи стоит кверт есть свечки книжки маска все как положено я не помню исторически как было в каком-то году в тысячи кажется последний раз в 1952 году вот эти росписи были очищены они очень старые были закопченные от времени потемневшие их очень грамотно очистили и теперь мы можем наблюдать сценки сценки видимо библейские какие то он видите кого-то типа христос избивает вениками какими-то а вот его на голгоф ведут да 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 во 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 тут издеваются значит тут есть орган тут периодически органная музыка играет я вот завтра вечером поеду и это и послушаем тут будет не органная музыка будет арфы играть это арфы играть еще потайные двери куда-то ведут так отсюда видим проповеди читаются вот этот вот что вот этот деревянный постаменно сделан каким-то местным убельцем сникаря типа меня в те времена еще далекие ну сюда нам можно пройти ничего не написано даже батарея есть какая-то вот тут змеи искуситель наверное да разные библейские сценки вот это про эту люстру тоже что-то писали она очень-очень-очень такая древняя а там цифры какие-то к чему эти цифры я не понял 78-90 да чувство чувствуется дух старины прямо конкретно дух старины чувствуется и никого нет даже охраны нет круто можно присесть почитать библию но так как я гностик я только наслаждаюсь этой древней красотой духом старины но особо не верю в эти картинки но по-любому по-любому это впечатляет потом я сделаю еще несколько фотографий на телефон потому что сейчас очень красиво это все смотрится на фоне синего неба солнечного дня уже несколько осенней листвы что мне радует нету туристов все тут сейчас пройдусь еще немножко вокруг тут говорят еще есть какие-то достопримечательности но я не успел подготовиться чтобы это дело прочитать поэтому действую как обычным методом тыка экспромтом сейчас надо фотки сделать это мой первый взгляд как бы ворота да но на самом деле тут все хитрее здесь сделано это специальное такое здание вы смотрите эти ступеньки и сразу не поймешь что можно по этим ступенькам ой не упасть бы они очень узкие наклон у них не совсем правильный вот я поднимаюсь я поднимаюсь залез я сюда и вот отсюда видите какой вид открывается значит это сделал для того чтобы народ который сюда приходит на какие-то проповеди церковь помещается только 150 человек так вот чтобы это паломники которые сюда приходили могли народу читать проповеди в большом количестве люди стояли еще вот здесь вот и они вот отсюда с этого места проповедовали это как бы как правило были странствующие монахи францисканцы там всякие мальтийские рыцари и так далее вот такая тут интересная штука сейчас я видите немного сместился вот эта территория прест горд это территория пастора ну где он живет и где его так сказать владение можно сказать все тщательно постригается но как обычно швеция травка везде стрижется ухты а это типа могила что ли получается где герд 1 3 4 год 21 год совсем свежие а вот они тут они разные очень оригинальные видите как могилы сделаны вот под этот каменью прах да 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 и вот эти еще свободные а вот под эти два уже прах положили и вот пожалуйста могилка это еще свободные места надо вообще под подумать подумать я планировал верненбю на минеслюнде захорониться а вот тут как бы покручат под таким камешком про тут прописка нужно местную наверно старее всего я думаю может быть а так тут местечко интересно и сказал очень даже так что крыжок по этому пасторскому садику сделан дорога уходит куда-то дальше погода просто чудесные бабе лето так сказать ну не сказать что жарко сейчас 14 15 не 14 осмотрел 14 градусов поэтому как бы ну ладно там дорога ведет к другому зданию пойдем обратно тут вроде написано что приватные территории но все равно некрасиво беспокоит людей ходить тут с камерой пойду с другой стороны посмотрю что здесь хоз построечка тех веков давайте посмотрим поближе вот хоть это уже очень древние доски уже то есть эти бриона уже видите практически сгнившие как бы точнее выветрившиеся от времени но так как они красятся вот этой шведской знаменитой медной краской которая обеззараживает и защищает древесину вот до сих пор все это стоит все стоит сейчас здесь видимо это самое помещение для хранения техники я видел тут женщина которая постригал траву что-то сейчас заносила черепицы старые довольно таки вот вот уже фундамент пол разрушенный и избушка перекосилась но вот как бы видите гранитный камень самый лучший фундамент набросали его с раствором сцепили и сверху бревна понабрасывали все и стоит мертво на камнях стоит какой-то древний древний памятник я вижу вверху вижу королевские эти короны с крестом потом буквы же большая там 12 чуть непонятно дальше стокольм в двенадцатый век или двенадцатый какой-нибудь король пушка карл двенадцатый может быть не знаю надо прочитать что-то это такое очень это самое старое и известное так фунборь масугн масугн черк вагин что-то там тоже какая достопримечательность в той стороне здесь тут детский сад прямо рядом с церковью сразу детский сад так и туда далеко идти или сходить вот так выглядел эдсбру где сейчас нахожусь по состоянию 1880 год ну и позже да вот здесь в принципе все это сохранилось те же те самые постройки вот в этой стороне вот это между прочим вот это вот пансионат на нем написано с той стороны пансионат для пенсионеров вот это вот тропинка вроде как ведет согласно указателю в порт хамнен порт пройдем если недалеко пройдем посмотрим потому что да тут реально сейчас ручей протекает похоже там или был порт или еще есть порт сейчас посмотрим тут жилой дом видите живут люди дома тех же самых времен дома тех же самых времен не знаю не пойду я туда там видимо далеко идти здесь написано олья хюсет масляный дом непонятно назначение вроде как лестница вроде как не лестница наверное лестница вот 1800-ые года олья хюсет надо потом почитать что это значит до сих пор люди в этих домах живут подкрашивают их снаружи только и все вот вот смеди музей музей какой-то смеди это то ли кузнецы то ли сварщики наверное кузнецы тут крышу пришлось поменять потому что уже сгнила старая это понятно туалет даже есть но он наверное закрыт да закрыт потому что сейчас туристов нет а тут что-то добывали вроде как получается смеди смеди не помню или это рудники наверное рудники офигеть куда я попал куда я попал ну что спустимся вниз по лестнице нет двери нет двери тут нет пройдем сначала сюда таинственно как-то все тут конкретно таинственно такие мощные ну да наверное шахта какая-то была такое ощущение ну-ка или все-таки это плавильные печи нет это наверное все-таки может плавильные печи люди наверное тут тут ковали выплавляли металлы что-то из него выковывали это я так думаю теоретически Мас Угнен ну да плавильные печи Угнен это печь но с 1600ых годов Ярно, как слаг. В общем, металлические всякие штучки выплавляли здесь. Очень впечатляет. Смотрите, травка подстрижена, свежеподстрижена. Причем, похоже, сегодня все ухожено. Да, плавильные печи. Вот такая высокая, она в виде трубы, чтобы тяга была хорошая. Тяга, чтобы была хорошая. Смотрите, какие громадные камни выкладывали. Ужас, ужас. Ну и здесь, наверное, офисные помещения были какие-то. Ну да, плавильные печи точно сто процентов. Ну и вода должна быть для охлаждения, естественно. Поэтому все продумано грамотно. Все продумано грамотно. Значит, тут работали с железом. Выплавляли и что-то выковывали. Пойдем дальше изучать это место. Пойдем сюда. По этим ступенькам ходили шведы 18 века. Представляете? А сейчас я хожу. По-наглому. О, тут надо фотографии сделать. Это интересно смотрится. Я сейчас весь в расстроенных чувствах. Полчаса ходил по своему маршруту. И искал телефон. Хотел статографировать эту плавильную печь. По карманам, бах, телефона нет. Хорошо, я помнил, где я последний раз фотографировал. И положил его в карман. Я пошел на то место. И стал все тщательно проходить, осматривать. Начинаю от детского сада. Я там вытаскивал. Фу. Ну и вот сейчас иду. Вот здесь вот. Почему он здесь оказался, я не понял. Как он выпал у меня. Вот он валялся тут. Вот он он. Хорошо он этой стороной. Светло его видно сразу. То есть вот. Через полчаса я его нашел. Это я когда туда собирался в сторону порта идти. Вот. Вот так бывает. Вот так бывает. А без телефона как без рук. И тут у меня куча информации и всего. Это вообще убийство было бы. И как я его потерял, непонятно. Но упал в траву, я не слышал. Так. Ну повезло, повезло. Повезло, что нет туристов, нет людей. Я тут один брожу. Ну вот как бы так и получилось. Ладно. Продолжаем экскурсию дальше. Здесь мы видим блок руды, который весит 480 килограмм. Из него изготовлены и может быть изготовлены 200 килограмм железа. Вот. Железная руда шведская. Самая лучшая в мире. Видите, из такого ровно половина, вот как раз, вот сравнение, вот рельсы 200 килограмм. Вот из этого куска руды можно выплывить, изготовить вот 200 килограмм рельсов. Очень интересно. Ну это, похоже, вагонетка, которая использовалась для вывоза руды из шахты. Так. А это санки какие-то. Видели? Интересно. Да, санки. Наверное, здесь делали вот эти металлические, выковывали фиговинки. Вот для таких санок. Очень оригинальные. Очень оригинальные. Ну, сейчас, видите, пандемия. Этих туристов нет. Я тут единственный, можно сказать, турист. И тут большая часть экспонатов закрыта. Вот тут они ковали и выплавляли. Вот видите, всякие, видите, самые шпингалеты для дверей. Для окон эти разные кронштейны. Этих туристов нет. Вот этот музей. Музей, наверное, закрыт, я думаю. Да, закрыт изнутри. Причем. Ладно. В музей мы не попадем. Ну, там жилые дома. Там частная территория, в принципе. А если мы здесь пройдем? Здесь жилые дома. Тут частная территория. Ладно. Мы будем нарушать приватную собственность. Ну, дома все. До того века вот тут жили эти работники. У них начальники, инженера разные. Вот, видите. Можно пройти с другой стороны и посмотреть. Может быть, так и сделаю. Ладно. Пройду по частной территории. Видите, вот эти огороды самодельные. Белишко сушится. Вот, где не видно. Так что, может быть, меня не арестуют. Шучу, конечно. Они видят, что я занимаюсь видеосъемкой. А люди здесь привычные к этому. Так как когда туристы есть, они тут счастливы только так. О, протоптана тропинка. Воспользуемся ей. Воспользуемся ей. Так, против солнца не очень хорошо снимать, конечно. А мне надо идти против солнца. Ладно, я пока выключусь, а на обратной дороге засниму. Ну, вот часть древнего Эсбру постройки 18 века. Люди живут, потомки горнорабочих, которые здесь работали. Вот живут по наследствиям тут. Все это передавалось. Ну, кто-то потом, наверное, продавал, приезжал. Ну, хотя я сомневаюсь, я вот тут жил себе спокойно и жил. Видите, дома ухоженные, заборы покрашены, асфальт хороший, травка подстрижена. Все как в хороших районах городских города Стокгольм. Ну, куда-то сюда зайдем посмотрим. Естественно, все удобство они тут есть. Живи и радуйся. Смотрите, какая красота. Я сейчас здесь засниму. КОНЕЦ КОНЕЦ Зайдем еще в один дворик. С одной три стороны у них тут огородики, садики, где народ выращивает все, что он захочет. Маленькая, чисто символическая теплица. То, что-то выращивается только для души, не на продажу, естественно. Видите, забор в древней шведском стиле. Так, надо сделать фотографию. сейчас смотрю на последние фотографии, с ранчо, которые я делал. В общем, вы посмотрели первую часть этого ролика, где я бродил, сделал небольшую экскурсию по Эсбру, историческому средневековому месту, церковь, кладбище, городишко средневековое. и впервые в жизни, впервые в жизни потерял свой телефон. Потому что я периодически доставал то видеокамеру, то телефон, чтобы делать снимки, там очень красиво. И я был в куртке и в свитере, где много-много карманов разных, и, видимо, я, видимо, положил мимо кармана, и он упал. В общем, сфотографировал я церковь с одной стороны, с последней, и пошел дальше по городу, там, городишко этому гулять. Погулял туда-сюда и решил еще сфотографировать, начиная искать телефон, телефона нет. Вот. Я был в недоумении, потому что никогда телефон не терял, никогда в жизни. Первый раз, представляете, первый раз совершенно трезвый, в здравом уме. Как, как, как это может быть. Ну, вот так, нет телефона. Я хорошо помнил свой маршрут, как я шел, где первый раз, то есть, последний раз доставал телефон и снимал, я помнил это точное место, церковь с одного угла. Вот. А потом я уже не снимал. Тогда я быстро вернулся к этому месту и стал просматривать траву, потому что, если бы он упал на дорогу, я шел-то по дороге, но по обочине, где трава, да, я бы услышал стук, я ничего не слышал. Вот. Я начал там от детского сада, как помните, там в предыдущем ролике, от детского сада, шел-шел-шел, смотрел и на дорогу, и на траву, и там еще такой спуск, смотрел там, может, он покатился вниз, нет телефона. В общем, я ходил полчаса, то есть по этой тропинке, как я шел, я хорошо помнил, возвращался обратно к тому месту, где я вспомнил про то, что у меня нет телефона. Вот. И вот вы видели там кадры, где я его нашел, примерно посередине пути. Да, я там хотел снять домик, может, даже снял масляную фабрику, масляный дом, Улья Хьюз, так было, масляный дом, да, Дакарстам. И, видимо, убирал его в карман, мимо кармана он упал, достал видеокамеру, и вот так, как бы у меня получилось. Вот. Но это было впервые в жизни. И так вот, я полчаса искал, и когда через полчаса я нашел, я уже, в принципе, смирился, что его нет. Хотя там людей не было вообще, никто мне не попадался, туристов, соответственно, тоже нет. Вот. Ну, кто его знает, ну, может, кто случайно проходил, увидел телефон, то есть он лежал тут на обочине, на дороге, ну, его видно было бы издалека даже. Вот. И я его нашел в траве, в мягкой траве, он упал, я не услышал даже, естественно, там никого не было. Нашел этот телефон и подумал тогда, что-то тут не то, что-то не то. Впервые в жизни теряю телефон и сильно расстраиваюсь, потому что там, ну, придется возглавлять много, у меня есть в доме еще телефоны, там, постареет, да, это не важно, но информации много. Я в телефонной книжке у меня не все телефоны даже записаны. Вот. Ну, морока какая, и закачивать, там много чего надо, программы всякие туда-сюда, ну, целые проблемы. И я как бы вот, как бы, в Бог это не верит, да, ну, ну, вот как бы интуитивно, мысленно, наверное, мысленно, неосознанно, на подсознание обратился вверх, когда еще его не нашел. И я его нашел. Буквально через, там, 3-4 минуты, когда я так подумал, что, ну, ну, если там что-то есть, ну, давай, помоги мне найти телефон. И через 3-4 минуты я нахожу его. Совершенно вообще непонятно, как никто не нашел. И я точно помнил дорогу. И трава ведь, где там, достаточно высокая, там всякие склоны, он мог скатиться, да все что угодно. Я мог его не найти спокойно. Я вот даже, как бы, смирялся с этим. И тут я его нахожу. И тут я его нахожу, и радостный такой, сажусь, значит, я провел свою экскурсию, отснял материал, вы его видели, и еду на ранчо работать. Вот, сегодня собирался поработать на ранчо. Приезжаю на ранчо, и смотрю, немножко странная ситуация. Она мне что-то сразу странной показалась. Я не буду объяснять почему, но, как бы, зная предысторию, кто до меня-то мог быть, или не быть, как-то мне показалось немножко странным. Но я еще сильно внимание обратил. Я зашел в дом, вот, и я обнаружил несколько необычную обстановку, несколько необычного того, что раньше было. И на столе, где я вот в последнее время обедал, ужиного, завтракал, обнаружил типа записки, что, ну, я сейчас в вольном переводе на русский говорю, извините, там написано извините, товарищ, вот, я нашла более опытного, пока от отсутствия, нашла более опытного этого работника, и как бы ты уволен. Вот я к чему веду, что, наверное, там что-то, что-то есть, не бог, но что-то есть, потому что телефоны в жизни никак не терял, я его потерял, но, обратившись туда, сверху, я его нашел, то есть, все-таки я не потерял, мне вернули по моей просьбе, да, не вернули, но взамен я потерял работу, получается, да, я нашел телефон потерянный, непонятно как, но потерял работу, но потерял работу. Вот так бывает в жизни, и вот волей-неволей задумаешься, а может на самом деле что-то там есть, вот, короче, сегодня буду думать, я буду сегодня много думать, допоздна, есть с чем думать, ну вот, надо мне от нокдауна этого прийти в себя, довести себя до нокаута полнейшего, и я знаю, что если довести до нокаута, потом, значит, оклемаешься, и как бы все пойдет, на поправку. Надеюсь, надеюсь.